Красноярский край Насчитывается уже 4 автономных радиокомпании, существующих только за счет своих финансовых инъекций. Это Авторадио, Радио Город, Русская Волна и Радио Афонтово. Мы побеседовали с руководителями этих радиостанций. Конечно, есть ощущение успеха, потому что это и огромное количество звонков радиослушателей. Вообще слышно авторадио в городе. Ты входишь в магазины, заходишь куда-то, какие-то офисы, домой к друзьям. Слышно свою радиостанцию, это очень приятно. Но поднимаются не только наши всем известные местные радиостанции. Совсем недавно, в декабре прошлого года, взлетела еще одна ласточка, набирающая высоту радио Афонтово. Это радио для активной части населения нашего города. От 25 до где-то 40 лет мы стараемся ориентироваться именно на эту аудиторию по возрасту. И, скажем, на тех людей, которые не лишены, допустим, вкуса музыкального. Эту коллекцию сотрудники отдела К собирали несколько месяцев. Новейшие блокбастеры на DVD, музыка на все вкусы и самые популярные компьютерные игры. Все это эксперты признали контрафактной продукцией. Журналисты горестно вздыхают. Хоть диски пиратские, сжигать все равно жалко. Зато оперативники в своей правоте уверены. Впрочем, жалеть бывших владельцев пиратских дисков не стоит. Их прибыли огромны. В среднем процентов 200-250. А штраф за нарушение закона максимум 30 тысяч рублей. Так что у оперативников из отдела К работа не в проворот и работа нелегкой. Владельцы контрафактов со своим имуществом расстаются неохотно. Порой доходят до стычек. Продавцы крупных магазинов сетуют. Рядовой покупатель чаще всего на стороне пиратов. На каждый лицензионный DVD-дис, купленный здесь, приходится 10 приобретенных у пиратов сладков. То же самое с музыкальными дисками. Видно сразу же качество картинки. Фирма-изготовитель, телефон и все прочее. Хотя сейчас пираты довольно качественную продукцию делают. Вы удивитесь, но нелицензионную продукцию нам хвалили даже здесь. Качество пираты повышают постоянно. Фильмы дублируют, матрицы для копирования используют только качественные, буклеты переводят на русский. Но при этом контрафактные диски все равно по цене доступны среднему потребителю. Вот. Самое что ни на есть настоящий лицензионный диск. Стоит он чуть больше 500 рублей. Для сравнения такая же пиратская копия обойдется вам 80-150 рублей. Разницу в качестве заметишь разве что при очень внимательном рассмотрении. И пока положение вещей таково, победить пиратство окончательно вряд ли кому-нибудь удастся. Пиратство окончательно. Пиратство окончательно. Пиратство окончательно. Продолжение следует.